Барн Ярд Томбрайдер Первое, что бросается в глаза, это гигантомания разработчиков. Особенно заметно это тем, кто еще помнит, какой была первая часть. Итак, переходим к делу. Стив Оде Керрик, автор Эйса Вентуры, Кунг По, Нарвись на кулак и потрясающего шедевра Там Ворс, создал, наконец, свой первый трехмерный мультфильм. И уже сейчас доступна одноименная игра, посвященная коровьим будням на ферме. Животные, которые на самом деле ходят на двух ногах, носят солнечные очки, а по ночам собираются в ночном сарае для пары коктейлей. И партии в покер не самая свежая находка. Барн Ярд — это, по сути, сборник выдающихся мини-игр, которые разбросаны по довольно обширной карте местности. Игры включают, например, стрельбу по мишеням молоком из вымени, изображение лунной походки, танцы маленьких лебедей за спиной почтальона и драки в грязи со свиньями. Барн Ярд функционирует на модной сегодня концепции открытого мира. То есть вы вольны ходить куда угодно и вступать в соревнования в любом порядке. Другое дело, что тут чуть ли не впервые в истории подобных игр мнимая свобода действительно нужна. Потому что буквально под каждым камнем, кустом и мусорным баком скрывается очередной бонус. Кроме того, местные бонусы по-настоящему хочется открывать. Например, имеются рабочие анимации из мультфильма, в которых главгерой позирует собственным выменем и опять же стреляет из него молоком. Игра поступила в продажу 13 октября 2006 года. Рекомендуемые системные требования. Процессор 1,4 ГГц, 256 МБ оперативной памяти и 64 МБ видео, а также 1,8 ГБ на жестком диске. С этой игрой получилась очень приятная ситуация. На основе среднего по интересу мультика сделали очень качественную игру с хорошим юмором, который даже превосходит оригинал. Каждый персонаж обладает своим уникальным характером, а основной упор в геймплее сделан на мини-игры. Наша оценка играбельности 5 баллов, но с минусом. Немного досаждает управление, хотя это мелочи. Но покоряет игра другим, своей атмосферой и не в последнюю очередь внешним видом. Достаточно простой движок игры выдает очень приятную и веселую картинку. Художники постарались на славу. Пейзажи, домики, самые главные герои. Все выглядит игрушечно, ярко и очень забавно. За такую мультяшную графику мы не можем поставить меньше 5 баллов. Озвучка удачно дополняет приятные впечатления от игры. Кантри-музыка очень хорошо вписывается в происходящее на экране. А голоса главных героев озвучены очень качественно. И не сразу можно догадаться, что работали над озвучкой не актеры из мультфильма, а совершенно другие люди. А окружение звучит так реалистично, что невольно обращаешь внимание на шелест листвы. За такую работу мы никак не можем поставить оценку меньше 5 баллов. Как говорят сами разработчики, эта игра в основном для детей. Но также в нее будет интересно играть тем, кто смотрел оригинальный мультик и жаждет продолжения. Получить удовольствие же от этой игры вам также поможет качественная локализация для российского рынка. Наша общая оценка игры 5 баллов. Визуально Барн-Яд выглядит как-то особенно очаровательно. Скриншоты этого совершенно не передают. Но оторваться от местной картинки просто невозможно. Детская аудитория придет в неописываемый восторг от внешнего вида, а взрослая от собственно игрового процесса. Так что если вы уже который год отчаянно пытаетесь доказать родственникам, что компьютерные игры это не только одна и та же стрелялка, просто запустите перед семейством игру Барн-Яд. И пусть они обязательно посмотрят наши ответы на вопросы и советы по прохождению. Первый вопрос. Подскажите, пожалуйста, как можно заработать монеты? Отвечаем. Получить монеты можно по-разному. Разбивайте горшки, ящики и остальные вещи, которые можно сломать или разбить. Очень часто там есть монеты. Монеты можно получить за удачно выполненное задание. А также суслики закапывают клады, которые можно найти металлоискателем. А еще можно вставить жетон в монетный автомат и собираем монеты, сколько успеешь. Следующий вопрос. Помогите перейти в другую часть фермы, но я никак не могу открыть ворота. Отвечаем. Все окрестности фермы разделены на несколько частей. Чтобы перейти из одной части в другую, надо открыть ворота или калитку. Получить ключ от ворот не так-то просто. Сначала его надо заслужить. Зато когда вы соберете все ключи, можно идти куда угодно. В далеком 96-м вышла первая часть игры, посвященная похождениям, теперь уже знаменитой на весь мир и разошедшейся тиражом в 30 миллионов, трудастой расхитительницей гробниц Лары Крофт. К своеобразному юбилею разработчики Crystal Dynamics при поддержке неизобвенных Эйдос выпустили ремейк той самой первой части на движке Tomb Raider Legend. Посмотрим, что изменилось за более чем 10 лет и какова теперь любительница стрельбы по-македонски. Первое, что бросается в глаза при взгляде на Tomb Raider Anniversary, это гигантомания разработчиков. Особенно заметно это тем, кто еще помнит, какой была первая часть. Уровни скопированы, конечно, не один в один, сделаны поправки на более богатую пластику Лары, заимствованную из легенды, но в общем и целом атмосфера оригинала сохранена. Сюжет игры все так же представляет из себя эпическое действие, разбитое на 14 частей, в которых вам не придется скучать. Помимо этого, воссоздан и полностью переделан Крофт Маннер, фамильная особня Крофтов, а также игра просто-таки напичкана всякого рода секретами и вкусностями. Одним словом, перед нами достойный представитель жанра, который, как опасались некоторые, нисколько не порочит светлую память о первой части Tomb Raider. Рекомендуемые системные требования игры таковы Pentium 4, 3 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, 64 МБ видео и 4 ГБ на жестком диске. Геймплей игры можно оценивать с разных сторон. У Лары богатый атлетический арсенал. Она постоянно в движении, и иной раз складывается впечатление, что на экране разворачивается какой-то фильм с участием профессиональных эскадеров. Однако управление минимизировано, что может не понравиться любителям хардкора. В ремейке нет той рельсовости, которая была присуща оригиналу, за счет того, что уровни смасштабированы в соответствии с реальными расстояниями, и их можно каждый раз проходить по-разному. Теперь и там, где раньше был просто туннель, целая подземная пещера. Наша оценка геймплея — 5 баллов. Графика в игре все же старовато. Да, движок легенды, послуживший фундаментом для Tomb Raider Anniversary, хорош, но за год много воды утекло, и, честно говоря, шейдерами второй версии уже немногих соблазнишь. Еще можно пожаловаться на небольшую информативность видеовставок. Если в оригинальном Tomb Raider в них раскрывалась половина сюжета, то теперь это просто отбивки между частями, которые не несут практически никакой сюжетной нагрузки. В общем и целом, видеоряд добротен, но не более того. Наша оценка графического наполнения — 4 балла. Звук в игре нареканий не вызывает. Музыка создает вполне себе мрачную атмосферу, присущую подземельям, по которым прибирается наша героиня. Сама она, кстати, достаточно скромна и редко когда отпускает реплики. Наша оценка звуковых эффектов — 5 баллов. Итак, Tomb Raider Anniversary. С одной стороны, впечатляющая реинкарнация Лары Крофт, достойная занять место на полке рядом с остальными частями сериала. С другой, игра не привносит ничего нового в жанр и сделана по принципу «Возьмем самое лучшее и совместим в одном проекте». Наша общая оценка игры — 5 баллов. Tomb Raider Anniversary в первую очередь, конечно же, посвящена фанатам или тем, кто не следил за сериалом с самого начала. Все это, впрочем, свойственно любым ремейкам. Для человека же объективного при взгляде на игру сразу становится понятно, что это обычный денежный куст, который грех не состричь. Об этом же говорит и кроссплатформенность игры, что, безусловно, снижает планку ее качества. Но, как бы там ни было, прохождение игры все так же увлекательно. И мы сейчас ответим на те вопросы, которые вызвали у вас затруднения. Первый вопрос. Как купить Терекса в конце уровня Lost Valley? Отвечаем. Стреляйте по динозавру, пока красная полоска, символизирующая уровень его ярости, не заполнится. Затем, когда он побежит на вас, перестаньте стрелять. Подпустите на достаточное расстояние и совершите кувырок в любую сторону с помощью клавиши Shift. И когда два серых прицела превратятся в один красный, палите со всех стволов. Следующий вопрос. А как расправиться с двумя кентаврами в храме Тихокана? Отвечаем. Чтобы избежать попадания их смертоносных лучей, превращающих в камень, используйте крюк. Найдите в комнате щит, выдерните его и используйте по назначению. Как только вы с ними расправитесь, уровень будет пройден. Следующий вопрос. А что нужно сделать с солнечными часами в особняке? Ну, никак не могу разобраться. Отвечаем. Как только вы их активируете с помощью Гномена, выставьте на циферблате числа 11, 2 и 6. Железные двери распахнутся и при помощи карты, найденной в библиотеке, вы сможете пройти лабиринт и получить вожделенный крюк. Смотрите сегодня в программе Mountain Blade RPG, отличительной особенностью которой является возможность не только потрястись в виртуальном седле, но и создать целую конную армию. Смотрите сегодня в программе Mountain Blade RPG, отличительной особенностью которой является возможность не только потрястись в виртуальном седле, но и создать целую конную армию. Кажется, ни у кого не осталось сомнений, что именно в России лучше всего умеют делать серьезные стратегии по мотивам Второй мировой войны. Пока релик удивляет мир шикарной Company of Heroes, наши выпиливают Вторую мировую, играть в которую могут исключительно сильные духом люди. Виновница нашего сегодняшнего разговора на ранних этапах разработки тоже производила впечатление хардкорнейшего проекта. Но прошло время, концепция офицеров изменилась, и на полке багатинов легла совсем другая игра. С одной стороны дружелюбная, с другой колоссально сложная РТС с несколькими очень занятными особенностями. Начинается все правда не слишком весело. Для начала в список доступных для управления армии удивительным образом не попали Советский Союз и Германия. На выбор предлагаются американская и британская армии. Здешние миссии, суповой набор из самых избитых клише. Снова и снова нам предстоит участвовать в высадке на пляже Омаха, освобождении Франции и уничтожении немцев пригородок Берлина. Всего разработчики соорудили шесть миссий, на прохождении которых, однако, потребуется изрядное количество времени. Все дело в том, что в офицерах происходящее носит какой-то нечеловеческий масштаб. В отличие от прочих РТС, войска тут не пуляют друг в друга с расстояния вытянутой руки, а ведут бой на внушительных дистанциях. Артиллерия легко накрывает огнем всю карту, а бронемашины встречают врагов пулеметным огнем на расстоянии как минимум двух экранов. Откровенно говоря, поначалу столь внушительное пространство повергает в ступор, и вы давно отработанные в каком-нибудь Блицкриг-2 приема тут совершенно не подходят. Офицеры учат продумывать тактику очередного удара, высылать на передовую разведчиков и умело комбинировать войска. В противном случае даже превосходящими силами разбить окопавшихся фашистов будет практически нереально. Кроме того, в офицерах жизненно необходимо обстоятельно и с умом использовать длиннобойную артиллерию, вызывать авиаудары и постоянно обращаться к помощи воздушной разведки. Иначе умелоорганизованная вражеская засада быстро отправит на небеса неосторожную пехоту и сожжет бронетехнику. Требования к игре таковы. Процессор с частотой 3 ГГц, гигабайт оперативный и 256 МБ видеопамяти. На жестком диске игра займет 3 ГБ. В сражениях почти всегда участвует гигантское количество войск. При этом управляется вся эта армада элементарно. Авторы сделали чрезвычайно смышленный искусственный интеллект, так что вам достаточно отдавать лишь общие приказы войскам. Например, атаковать фражескую батарею. А дальше компьютер сам сообразит, когда стоит послать пехоту и куда отправить танки. Учитывая размах здешнего действия, такая автономность подчиненных оказывается как нельзя кстати. Миссии проходятся неспешно, шаг за шагом, в ожесточенных боях за каждый кулачок территории, за каждую стратегически важную точку. В условиях не самого понятного интерфейса и отсутствия какого-либо обучающего режима играть поначалу будет очень сложно. Четверка за геймплей. Внешне офицеры выглядят очень прилично, что даже удивительно, учитывая здешние масштабы. Модели солдат сделаны тщательно, можно даже увидеть амуницию бойцов. Техника во время движения отчаянно дымит выхлопом и поднимает пыль. А уж когда дело доходит до сражений, на экране монитора начинается форменное светопредставление. Пятерка за грайдку. Звучат офицеры потрясающе. Ощущение такое, как будто смотришь кроники Второй мировой войны. Все взрывается, грохочет и с треском рушится. Пятерка за звук. Сложность офицеров оттолкнет обычного игрока, не желающего тратить время на штудирование трудов Жукова или Ромеля и изучать тактику ведения войны. А без подобных знаний тут, к сожалению, никуда. Четыре балла получают сегодня офицеры. Скажу вам честно, после трех-четырех с треском проваленных битв у вас, скорее всего, появится желание просто забросить офицеров куда подальше. Но вот вам наш первый совет. Не делайте этого. Те, кто пройдет боевое крещение первой битвой, уже не смогут оторваться от игры. А чтобы привыкание прошло как можно менее болезненно, прямо сейчас мы дадим ответы на самые частые вопросы по игре офицеры. Вопрос. Мне никак не понятно, как работает система снабжения и как она влияет на игровой процесс. Отвечаем. При перепроске ресурсов появляются грузовики, которые таскают провизию патрона и топлива. Если в контрольной точке кончается провизия, солдатам нечего кушать и их уровень здоровья снижается до оранжевого. С боеприпасами и топливом аналогичная ситуация. Вопрос. При высадке на берег есть функция артиллерийского удара и бомбардировка. Их можно использовать только один раз. На фоне кручевых всех щелей противника этого явно недостаточно. Что мне делать? Отвечаем. После захвата даже самых мелких контрольных точек вам станут доступны новые артиллерийские удары. А против наступающего противника помогут минные поля. Также с нападением отлично справляется техника, но только если ее хорошенько укрепить. Вопрос. Ну никак не могу понять, отличается ли скорость при движении войск по дороге и просто по земле. Отвечаем. Как это ни странно, скорость движения по дорогам и по бездорожью ничем не отличается. Лошади с древних времен сопровождали человека. Помогали ему как в мирное время, так и на войне. Юная студия Tailworld, состоящая из амбициозных энтузиастов, представляет на суд игроков свой проект Mount & Blade. РПГ, отличительной особенностью которой является возможность не только потрястись в виртуальном седле а-ля Oblivion, но и создать целую конную армию. Те, кому не дает покоя слава, батьки Махно наконец-то смогут усмирить свое супер-эго. Mount & Blade в первую очередь примечательна тем, что эта игра выношена по сути всего пятью людьми. При первом взгляде на игру понятно, что работа была проделана колоссальная. Вторая же уникальность кроется в верховой езде. Мы уже видели подобные попытки в других РПГ в Elder Scrolls или World of Warcraft. Но при взгляде на Mount & Blade эти примеры меркнут. Чего стоят те же бои всадников на пиках. Другие составляющие игры являют собой стандартный набор для РПГ сегодняшнего дня. Тут и создание собственного персонажа и множество навыков и система квестов, как статичных, так и случайно генерируемых и многого другого. Уже на стадии беты видно, что игра обещает быть весьма и весьма привлекательной. Для комфортной игры вам потребуется Pentium 4 2 ГГц, 512 МБ оперативной памяти, 128 МБ видео и всего-навсего 130 МБ на жестком диске. Сюжет как таковой в игре отсутствует. Пока что игроку предоставлено возможности заниматься войной или торговлей. Естественно, можно совмещать эти два занятия. Отдельного внимания заслуживает боевая система. Она одновременно и проста, и запутанная. Простота заключается в интуитивно понятном управлении и небольшом количеством ключевых клавиш. Тем не менее, любой бой, особенно с превосходящими силами противника, превращается в полноценную тактическую задачу, где важна не только реакция, но и соображалка игрока. Наша оценка геймплея 5 баллов. Выбрав перед запуском игры максимальные настройки графики и увидев, для чего они требуются, вы, скорее всего, будете слегка разочарованы. Города и крепости в игре, хоть и содержат всех необходимых путешественников личностей, не в меру пустыны, в общем и целом не покидает ощущение того, что чего-то все-таки не хватает. Причем везде, но все же рука не поднимается поставить трояк. Наша оценка графического наполнения 4 балла. Теперь о музыке. Она в игре не навязчивая, но достаточно приятная. Необходимый набор звуков присутствует, разве что можно пожаловаться на отсутствие живой речи за исключением боевых плечей. Оружие, впрочем, звенит, лошади выдают хоть местами монотонный, но достаточно реалистичный стук копыт. Маунтэн Блэйд игра нетривиальная. Да, в ней много не доделано. То тут, то там вылезают мелкие артефакты. Но не будем забывать, что бета-версия на то и бета. Разработчики замахнулись на достаточно амбициозную идею и, несмотря на присутствующие недостатки, мы должны признать, что у них получается. Наша общая оценка игры 4 балла. Не стоит оценивать Маунтэн Блэйд сурово, хотя бы потому, что это детище небольшой группы единомышленников, а не компании гиганта, авторы не скрывают скромного бюджета игры и в полную силу пользуются услугами потенциальных игроков в области бета-тестинга. Но в отличие от того же сталкера, разработчики не кормят игровую общественность невыполнимыми обещаниями и не хватают звезд с неба. Для тех, кого игра заинтересовала наши советы по выживанию в седле. Первый вопрос. А как в игре лечиться? Я не нашел никаких поушинов или что-то вроде этого. Отвечаем. В игре нет волшебства, нет лечебных трав, нет эликсиров и тому подобных вещей. Лечение в игре производится по принципу сон-лучшее лекарство. То есть, чтобы ваш персонаж или партия вылечились, должно пройти какое-то время. Лучше всего убивать это время в тавернах, а не в этом смысле что-то вроде поликлиник. Следующий вопрос. Как одеть союзника и распределить его очки опыта? Отвечаем. В режиме карты нажмите кнопку пати. Выберите ник союзника в окне справа и поговорите с ним. В режиме диалога вы можете предложить ему произвести бартер. Тогда откроется окно обмена. Или же вы можете попросить его рассказать о себе. Тогда откроется окно персонажа, аналогичное вашему, в котором и расставляются очки опыта по достижению нового уровня. Ну и сегодня это все. Меня зовут Боря Кротер, это был Фак. Заходите в форум на сайте moustv.ru Я и там общаюсь с вами. Присылайте мне свои вопросы на адрес faqsobakamoustfistv.ru Мы обязательно все посмотрим и ответим на ваши письма. Счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok